С большим удовольствием начинаем наше гостевое включение. И не зря я вам сегодня говорила про вдохновение, что вы должны вдохновляться, ловить эти прекрасные моменты, потому что сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, которая пришла поделиться своим вдохновением, хендмейдер Зарина Шликпаева. Зарина, доброе утро. Здравствуйте. Как ваше утро проходит? Расскажите. Утро обычно с ребенком, с детьми, школа. Но настроение хорошее есть? Конечно. Делиться им будете? Конечно. Вот это правильно, Зарина. Ну что, я уже сказала, что вы хендмейдер, и я не ошиблась, да? Причем хендмейдер, который работает в разных направлениях. Зарина, расскажите нам подробнее о своем роде деятельности и, конечно же, как я уже упомянула, о направлениях хендмейда, которым вы занимаетесь. Занимаюсь я в основном вообще вязанием и начала заниматься канзыши. Ну, я больше люблю называть это аксессуары для волос. Все равно. Канзыши – это как бы не мое слово. Вот. Начала заниматься я именно изготовлением заколочек недавно, ободков, так как у меня четыре дочки. И... Всех надо преобразить. Да. Всех преобразить надо. Я решила все-таки, что буду преображать своих дочерей сама. Вязанием я начала заниматься с 2012 года. Угу. Я начала вообще заниматься вязанием сапожек, скатерти, салфеток. Ну, в основном остановилась все-таки на игрушках я мегуруми. Потому что тоже девочки тоже, они любят больше игрушки, чем салфетки. Вот. Ну, это два таких направления, которые меня больше всего привлекают и, можно сказать, даже забавляют. Потому что мне это как... Что вдохновляет и что получается. Больше, ближе. Ближе. Ближе по сердцу. Да. Это самое главное всегда двигаться вместе со своим сердцем, с его желаниями, да. Ну, Зарина, расскажите немножко, наверное, подробнее о канзаши. Что это вообще такое? Что он из себя представляет? Из какого материала делается? Ну, в основном делается с лент. Лент. Канзаши, заколочки с лент получается. Ленты бывают атласные, репсовые. Это основное то, что я знаю. Фоамиран глиттерный. Есть еще простой фоамиран. Фоамиран тоже бывает разный. Но с глиттерным работать, знаете, чуток сложновато. Он как... Твердый, более тверже. Но он более интересный, да? Да, он более интересный, он красочнее более, чем простой. Есть еще иранский фоамиран. С ним работать приятно. Очень приятно. Вот. В принципе, вот то, что я знаю. Ну, и там астразики вот такое вот. Ну, то есть, в принципе, вы работаете всеми материалами, да? Ну, как мы можем заметить, здесь очень много глиттера, очень много блесток. Такое праздничное настроение добавить. Да, сейчас Новый год. Да, вот как раз-таки, Задина, давайте мы поговорим об этом. Приближается Новый год, да? Прекрасный праздник. Время дарить подарки своим близким. Что вы могли бы посоветовать в подарок, так сказать, ручной работы? Ручной работы, но в основном, если для ребенка, если для детей, даже для взрослого, это игрушки. Все-таки игрушки, они, знаете, как добро, ну, как вносят в дом добро и счастье. Когда ребенок видит игрушки, он радуется. В основном вот такое вот. Заколочки, это понятно, такое оно все. Оно каждодневное, оно нужное, как бы. Но в Новый год это, есть еще такие магические боксы, magic box. Вот, можно тоже дарить. Кила собирается, да, что-то? Да, собирается. Можно с фотографиями оформить, можно сладости положить. Магические боксы тоже, они разные бывают. Вот. Но в основном я ориентируюсь больше. Если бы я, вот, к примеру, дарила, шла бы в гости, да, и я бы подарила все-таки ребенку игрушку. Я на детей больше ориентируюсь. Ну да, это мы уже заметили, Зарина, что вы вдохновляетесь именно детьми, да, они вам дарят настоящую радость. То есть, скажите, вы вселяете хорошую энергию в тот момент, когда делаете очередную игрушку? Конечно. Потому что вы затронули тему того, то, что игрушка, подаренная ребенку в доме, тоже хорошую энергию, да, радость, добро дает. Ну, естественно, основополагательно то, что вы должны изначально подарить этой игрушке свою хорошую энергию, чтобы она перешла в дом, да, жить другому ребенку, другому человеку. Конечно, обязательно. Ну, Зарина, наверное, ваши детки всегда, да, пользуются актуальностью в носке канзаши, правильно, да? Да. Постоянно вы их украшаете всякими ободками, заколками. Ну, в основном заколки, но у нас, как, заколки на один день называются. У нас есть доча, которая подбегает, забирает во время работы, и, ну, и как, ей все интересно посмотреть, что там внутри. И она, конечно... Начинает разбирать. Доконку начинает разбирать. Потом мама подбегает ко мне, мама, сделай мне еще раз ее. Я опять мастерю, опять доделываю, что она разобрала. Ну, и игрушки, если, к примеру, я вяжу игрушки, бывает такое, что доча, опять же, это же доча, она подбегает, она даже не дождавшись того, что я глазки сделаю, игрушки, она забирает игрушку. Все, это моя, может спать с игрушкой, с этой же. Мягкие игрушки у нее в стороне. У вас, да, одна девочка из всех, которая прям такая шалунья, да, можно сказать. Ну, да, это тоже здорово. Дорогие друзья, кстати, вот Зарина нам сегодня вот подарила такую прекрасную, в елочную, новогоднюю игрушку. Я думаю, кстати, это тоже было бы, наверное, неплохим, да, подарком для такого же magic box, как вы сказали, положить такую чудесную игрушку ручной работы. Она очень интересная и всячески, я думаю, будет украшать елку, дарить хорошее настроение. Да, Зарина, ну что, а вы занимаетесь уже предельно давно, да, вот именно вязанием, Казашевой совсем недавно начали заниматься. Ваши работы, вы прислушиваетесь к клиентам, да, к своим заказчикам, которые хотят от вас получить что-то из этого? Да, вот, кстати, вот такие вот конфетки. Да, это прям чупа-чупсы напоминают. Вот есть такие конфетки, это не просто я и сделала. У меня есть клиентка, которая своей дочке, у них будет тематика конфетки. Получается, она своей дочке заказала конфетку. У меня много мыслей было, много вариантов было. Она поскидывала с просторов интернета, как всегда. Ну, и я чуть-чуть по-своему сделала, сделала ей большую конфету. И мне понравилось. Я начала вот эти вот конфетки делать. Вот я всегда ориентируюсь на клиента, я всегда расспрашиваю, чтобы потом, знаете, не было такого, что клиент не хочет тоже обидеть мастера. Да. Но надо все-таки прислушиваться к своему клиенту. Ну, в любом случае, да, надо прислушиваться к мнению. Ну, и добавлять все-таки чего-то своего, да, своего вдохновения, своего мастерства. Чтобы вам, как художнику, нравилась ваша работа, да? Конечно. Обязательно. Зарина, у вас есть какие-нибудь планы на ближайшее будущее? Возможно, вы хотите заняться еще каким-то хендмейдом? Или поехать на какое-нибудь повышение квалификации? Или, может, какие-то идеи у вас есть в голове? Есть. Много мыслей есть. В поддержку мой супруг этим мыслям. Я вообще хотела бы попробовать себя еще в декупаже. Меня привлекает этот вид творчества. Хочу попробовать себя в декупаже. И хочу попробовать своими руками сделать все-таки имбирные пряники. Настоящие новогодние вирные пряники. Зарина, откладывать не стоит. Вот уже праздник на носу. Вам надо пробовать? Будет время, будем пробовать. Ну да, наверное, сложно с таким количеством детей найти какое-то свободное время. Нет, все-таки помогает. Спасибо супругу, что он меня поддерживает и помогает. Во всем причем поддерживает. С грудным ребенком поддерживает он. То, что постоянно-постоянно с ней он. И я вот это вот не сделала бы без его помощи. Так что я думаю, все-таки это все я освою после Нового года. Потому что Новый год, я не хочу делать все, как попало. Я хочу вот сделать и все, чтобы это нравилось. Чтобы нравилось, чтобы глаз радовался. Хорошо. Зарина, у вас есть буквально минутка посмотреть в наши камеры и передать привет, возможно, своему мужу, если он вас сейчас смотрит. И, конечно, пожелать что-то нашим дорогим, любимым телезрителям, которые также смотрят, вдохновляются и узнают от вас о вашем роде деятельности. Прошу. Хорошо. Я передаю привет супругу, конечно, своим детям. И родным. Я знаю, что смотрят. Хотела бы пожелать всем в наступающем 2020 году счастья и удачи. Самое главное счастье, чтобы было в этом году. Я поняла, что без этого счастья, без этой удачи никуда. Ну и всем-всем телезрителям желаю здоровья, вам процветания. Спасибо большое. Желаю встретить удачи на Новый год. Чтобы, знаете, все, я люблю сказку, все было как в сказке. Все было как в сказке. Верю и люблю в сказку. Вы верите в чудо, да, Зарина? Да, я верю. Правильно. Я тоже считаю то, что чудо всегда в нашей жизни есть место. И я, конечно, от себя тоже пожелаю вам только процветания, побольше вдохновения на какие-то новые вещи, новые поступки, новые детали в вашем хендмейде. Развивайтесь, конечно, чтобы все у вас получалось, чтобы ваши руки вас никогда не подводили. И, конечно, чтобы близкие вам тоже всегда дарили свою поддержку, тепло, заботу и уют. Как говорится, пусть жизнь будет сладкая, как эта конфетка, да? То есть и сладкая снаружи, и сладкая внутри. В общем, все пусть будет хорошо, да, и у нас, и у наших телезрителей. А я надеюсь, в Новый год вы тоже будете вместе с нами, будете нас смотреть, нам будет очень приятно. Ну что, а я напоминаю, дорогие друзья, что у нас в гостях была Зарина Шликпаева, хендмейдер, которая занимается вязанием и канзашем. А мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok